Отмечено и падение туристического рынка. В текущем году заметно сократилось количество рейсов за границу. Предстоящим летом операторы могут предложить своим клиентам вылет только в Египет и в Турцию. Остальные же рейсы отменили. Связано это с тем, что летать в облет Украины дорого. В прошлом году на территории Саратовской области работало более 200 фирм. В конце прошлого года многие компании, предоставляющие туристические услуги, закрылись. А жители области стали чаще отдыхать на российских курортах, такие как Сочи, Крым и Минеральные воды. Спад поездок за рубеж составил 60%. Мы решили выяснить, какую альтернативу для себя избрали саратовцы и где они будут отдыхать этим летом. За границей куда-нибудь жаркие страны. Планирую уехать в Сочи. В Египет. В Турцию, наверное. В Египет. Там курс доллара будет такой же, как был прежде. И цены останутся такими же. В Белоруссию. В Крым. Не знаю, я в Крым поехал. Ну, наверное, в Сочи, в Лазаревское. Ну, на море, скорее всего. На наш, в Сочи. Мы у нас хотим. За границей не очень таки хочется. Уже, тем более, с нашим сегодняшним временем. На Волгу. На даче отдыхаем. За границей точно нет. В этом году нет. Почему? Финансовые трудности. Весь отдых накрылся. Куда это? Если мы планировали в этом году полететь в Таиланд, как в прошлом году, то есть с долларом это просто невозможно. Нет, за границей нет возможности. В Крым съездить. На тот же самый Байкал поедут, потому что за границей уже цены бьют. Только в мечтах. Потому что финансовые возможности пока не позволяют.